Продолжение следует... Удушливый запах и плотный дым появляется только по ночам. Сегодня в МЧС спасатели подробно разъяснили ситуацию. Теплая и сухая осень, конечно, радует граждан, но для природы такая погода после засушливого лета – это как приговор. Там, где в дельте обычно плавали катера, сейчас глубина полметра. Там, где было мелко, камыш высох и упал, образовав слой горючей органики. Маловодие обернулось тростниковыми пожарами. На сегодняшний день у нас на территории области произошло 2056 загораний сухой растительности и камыша. До сентября месяца у нас произошло 282 загораний. Незначительный рост наблюдать в шести районах области. Хотелось бы здесь рассказать о той работе, которую мы проводим по предупреждению пожаров и загораний. У нас в ежедневном режиме создана 31 мобильная группа. Составлен график, профилактики предупреждения загораний по населенным пунктам. Тушить пожар в камышах несложно, уверяют специалисты МЧС. Сложно к нему подобраться. Наземная техника вязнет в вылиле, а лодкам не хватает глубины. Одинаковая ситуация сложилась сегодня в Астраханской дельте и в Казахстане. Сам по себе дым от ростниковых пожаров не ядовит. Но резкое похолодание вызвало туман сегодня ночью. Одновременно ветер поменялся на восточный. На Астрахани образовалась смесь из городского смога, влаги и дыма. Действительно опасный для здоровья коктейль. Ночью на пульт поступило 106 звонков от населения. Вчера в 2 часа ночи у нас сменился ветер с северного на восточный. Из-за догорания, которое у нас происходит в селе Каражар, на сопредельной территории соседнего государства Казахстана, шельф от горения от 8 термоточек, которые у них там продолжают уже месяц. Там мы шестом гореть, на площади ориентировочно на 30 гектар. Шельф был завернут на обосновленный центр и несколько районов области. Из санкционированного спалка у Фунтова потушили, мусор вывезли. Но проблема не только в ней. 38 загораний с сухостой зафиксировали инспекторы МЧС всего за 3 дня. Даже там, где камыш выгорел, под землей тлеет корневая система. Испаляя через почву едут кидым. Заросли камыша везде хватает, а он сейчас как порох. Опасно и запрещено законом жечь листву, траву и мусор даже у себя во дворе. В МЧС призывают сообщать о поджигателях. Звонки от населения на номер 112 принимаются круглосуточно, в том числе и от жителей сельских районов. Марина Ильич Черная, Владислав Фалейников, Новости РНТВ, Астрахань.